В настоящее время идет полным ходом подготовка к нашей очередной выставке Агритек-Фармтек Астана. Эта выставка уже себя зарекомендовала очень хорошо. Ее знают все, кто работает в сфере сельскохозяйственного производства в Казахстане и везде в мире. Из новинок у нас то, что в этой выставке много стендов, представляющих различные регионы России. То есть, например, отдельный стенд Башкортостан, Липецкой области, Кировской области, Краснодарского края и так далее. То есть таких стендов именно регионов России более 10. Ну, в общем-то и понятно, самые тесные отношения у Казахстана это и с Россией, поэтому российским компаниям наш рынок очень интересен. На выставке принимают участие более 200 компаний из 18 стран мира. У нас традиционно много компаний из Турции. Из Германии, вот, самого разного спектра. Много компаний из США. На выставке представлено все, что нужно для сельского хозяйства. Это и для зеледелия, и для животноводства. Сельхозтоваропроизводители, то есть фермеры, как мы говорим, они имеют возможность ознакомиться со всем спектром, все, что им предлагается для их деятельности. То есть это и техника, это и семена, удобрения, все для животноводства. То есть это можно не просто где-то увидеть в рекламе, посмотреть в интернете. Это все можно прийти, пощупать, посмотреть, поговорить со специалистами, которые на стенде присутствуют. И выбрать то, что подходит данному фермеру конкретно для его нужд. То есть, соответственно, выставка дает им больше выбор, и выбор более надежный, выбор того, что им нужно для их деятельности. Мы живем в век цифровых технологий, так скажем. И все больше и больше цифровизации входит в нашу жизнь. И это не обошло и сельское хозяйство. К примеру, у нас на выставке уже не первый год представляется очень много технологий для GPS-навигации. То есть, казалось бы, какое это имеет отношение к сельскому хозяйству? А очень большое. То есть все современные тракторы, комбайны обеспечены навигаторами, которые наиболее обеспечивают наиболее точный маршрут для посадки, уборки и так далее. Мало того, все больше в сельское хозяйство входят беспилотники. То есть на наших выставках, вот и на этой тоже, по крайней мере, на американском стенде есть компания, которая представляет малые летательные пилаты, ну дроны, как мы говорим, специально для сельского хозяйства. Мы заинтересованы, чтобы на выставке было как можно больше посетителей. Посетителей именно тех, кто заинтересован в приобретении вот этой продукции. Вход на выставку свободный, бесплатный, поэтому мы будем рады любым, кто посетит выставку.